МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте как раз об этом и побеседуем. В 2024 году насколько остаются актуальными те традиции чайпития? То, что вечно оно вечно, и чайные традиции не теряют своей актуальности, потому что, прежде всего, чай – это наше состояние. Это соединение всех стихий в одном таком прекрасном напитке и погружение в состояние через него. То есть с помощью чая можно прийти в тонус, можно расслабиться, можно немножко даже, как это сказать, нахернеть. Управлять самой, получается. Да-да-да, можно все это делать через чай. И вообще чайные традиции, конечно, потерпели определенные изменения, но в целом они остаются фундаментальны, потому что это всегда про состояние. Здесь сразу хочется уточнить, от какого чая мы сможем реально получить эффект. Это, например, чай заварной, либо из пакетиков тоже мы можем попить чай. Там тоже обещают тонус, энергия, бодрость. Ну, просто вот китайские чаи, например, высокогорные, они обладают, конечно, совершенно другими свойствами, чем чай в пакетике. Деревья или кусты, они очень долго растут и впитывают из почвы, и из окружающей среды все вещества, минералы, компоненты. Они очень полезные, и под чаем можно даже лечиться. Можно и детоксы устраивать. И, например, есть такой вид чая, который ощелачивает очень хорошо организм, заживляет язвы. То есть от всех болезней можно применить чай? Ну, в целом, да. А вот все-таки, если возвращаясь к чаю в пакетиках, вообще есть хоть какая-то польза от него? Ну, я считаю, что нет. Но можно придумать пользу всегда, в принципе. Но, на мой взгляд, нет. Я уже давно не пью чай в пакетиках, и пью в основном китайский, тайский, тайваньский чай. В основном я предпочитаю улуны, либо пуэре. Ну, улуны бывают разные вообще максимально. В целом пуэре тоже. А как часто вообще нужно пить чай, чтобы чувствовать вот этот эффект, который мы хотим достичь? Например, если хочешь себя чувствовать в тонусе целый день. Да, целый день. Но в целом можно выпить с утра чай, и он заряжает. А на ночь уже успокоительнее, чтобы крепче спалось. Но все-таки почему мы спрашиваем так активно про чайные пакетики? Потому что у нас встреча с вами утренняя, а утром, как правило, не всегда есть время на традиционную, полноценную церемонию. А пакетик бросил, 3 минуты и готово. Все-таки вот традиции все равно нужно соблюдать. Несколько проливов делать, чтобы насытить чай кислородом, вкус полноценный, чтобы в нем раскрылся. Или все-таки можно как-то это в ускоренном режиме сделать? Ну, можно заварить даже в кружку. Есть такие специальные заварочные колбы, что позволяет быстро заваривать. Либо термосы специальные для заваривания чая. То есть там уже есть такое пространство, куда чай заваривают, чтобы не было заварки. Вообще китайский чай – это просто. Можно и пить качественный продукт, и делать это очень просто. К нам сегодня с гостинцами пришли, правильно? Чаи пить я устраиваю. Давайте проделаем эту церемонию. Презентуйте нам. Так, это габа тайваньская, габа органик. Габа – это способ ферментации чая. Он бескислородный. В процессе образуется гамма-аминомасляная кислота. Он и расслабляет, и концентрирует одновременно. Вот. Это чахэ. Я сейчас вам его передам. Вы познакомитесь с чаем. Вот таким образом. Как раз-таки, пока мы знакомимся, как уже потребителю, кто первый раз встречается с чаем, познакомится со своим любимым сортом. Тоже нужно его послушать сначала. Прекрасно. Так, твой? Да. Мне кажется, что запах чем-то похож на либо молочную луну, вот что-то зеленый какой-то чай как будто. Очень ароматный. Или вообще какой чай считается вот сейчас здесь перед нами? Это черный, зеленый, красный? Это улун. Улун. Это вообще бирюзовый чай. А. Ну, он как-то, наверное, в традициях относится к зеленым чаем обычно, нет? Он вообще сам по себе. Улун, да. В Китае немного по-другому это все виды классифицируется, да. Там по цвету настоя, и у них есть белый, зеленый, желтый, улун, красный, пуэр, и черный чай еще есть, хэйча. Как многого мы не знаем. Да. Что вы сейчас делаете? Я сейчас завариваю чай в гайвань, засыпала и залила его водой. Это у нас вода талая, потому что для чая использовать нужно очень хорошую, мягкую воду, чтобы в ней не было тяжелых металлов, и тогда чай будет максимально свой вкус раскрывать, потому что если мы, например, тяжелую воду зальем, то чай всегда хороший, замаркирует его, то есть он испортится, его будет очень сложно пить. Какой нежный, капризный продукт. О, сейчас магия, а вот это самый, да, вон числе и момент в чайной церемонии. Ой, как я это люблю. Волшебство. Когда лично у вас произошла любовь с настоящим чаем? Наверняка бывает у людей, кто занимается углубленно какой-то тематикой, произошел вот момент, разделивший жизнь на до и после. Когда я очень устала и искала способы вообще, как привести себя в хорошее такое... Состояние. Состояние, да, чтобы я была и энергичной, и спокойной. А сколько это лет назад? Это было, ну, больше трех лет назад. То есть относительно недавно. Да. Но при этом уже образ полностью традиционный, уже есть все атрибуты этого, и вся теоретическая база тоже имеется. Да, и чайная есть еще. И чайная. Давайте попробуем, что же это сегодня такое. Я, конечно, максимально чайная, душа, поэтому я очень люблю чай, и здесь прям чувствуется какое-то такое разнообразие ноток. Мне всегда нравится вот такой подобный заварной настоящий чай тем, что он раскрывается. Ты делаешь один глоток, второй глоток, и каждый раз какой-то новый вкус. Но сколько таких глотков нужно, чтобы как раз-таки появился эффект, о котором вы сказали, концентрация и спокойствие нас сегодня должны... Настигнуть. Настигнуть. Ну, в принципе, если вы чувствительны, то можно и после нескольких пиал это ощутить. Но нужно пронаблюдать за своим состоянием, как оно будет меняться. А какая-то норма есть? Потому что говорят, что эспрессо, например, не рекомендуется больше двух чашек в день, особенно если ты там гипертоник, что-то еще с чаем, какая история? Ну, лучше больше литра не пить. Вот, например, габы, кружку в день, там, 200-300 миллилитров, это прям в таких лечебных, можно сказать, эффектах. А вот с чем нельзя этот чай смешивать? Потому что у меня как-то был опыт, я также ездила на съемку и смешала два чая, которые имеют противоположные действия, и мне было не очень хорошо. Как вообще быть с этим чаем? С этим? Ну, лучше вообще его пить один, но те, кто чай пьет давно, могут смешивать. Уже знаю, каждый нюанс знает. Это тут речь идет о подготовленности твоего организма, да? Ну, в целом, да. В современности, опять же, в 2024 году появляются ли новые купажи? Появляются ли новые сорта? Выращивают или что-то скрещивают? И мы получаем уже в Воронеже новый вкус? Ну, это все в большей степени зависит от того, где чай растет, потому что растение это одно, камелия синенсис, а там другого растения нет, а уже из него это разную форму имеет. Больше влияет ферментация, то есть чай можно заферментировать совершенно по-разному. Можно безкислородно, можно быстрый, как, например, шу-пуэры, можно в долгу, это там, шен-пуэры. есть старые чаи, например, которые прожаривают каждый год, есть просто, которые сразу прожаривают, есть подвяливают, коптят, в общем, все, что угодно можно сделать. Сейчас наблюдаю за эмоциями, мне прям, мне кажется, пробовали, вспоминаете эти вкусы, и все, ушли в себя, да, в воспоминания. Для воронежца, который начинает путь, особенно сегодня, в Международный день чая, путь любви к настоящему, китайскому или любому другому чаю, на что стоит обратить внимание? На какой сорт, возможно? На какое название? Ну, я думаю, что нужно обратить внимание на свои ощущения. Можно понюхать вообще разные чаи, например, прийти и попросить и красный, и зеленый, и улун, либо взять такие самые классические, тигуанинь, да хунпао, какой-нибудь дяньхун, и, ну, по классике, пью пуэр. Сейчас большой популярностью габа пользуется, то есть вот то, что мы сейчас пьем, да, это прям сейчас в топе, и в Китае делаться она стала, и в Таиланде тоже. Я, например, с этого года начала еще и тайские чайи, привозить там другое сырье, и мне очень-очень понравилось. А сезонность у чая есть? Есть согревающие? Есть вот сейчас будет лето, а жара какой-то, наоборот, освежающий? Да, конечно, можно и этим, и здесь чай тоже влияет на нас. Конечно, зимой это красные чаи, они согревают, но опять, больше такие прожаренные, и где листочки, почки красные будут тоже немного охлаждать. А вот если летом, то это зеленый и белый чаи. И в идеале, конечно, это белый чай, его можно даже настаивать в холодильнике. То есть засыпать в холодную воду, в графину, он стоит, и потом он очень-очень хорошо будет охлаждать. Ну и в завершение порекомендуйте нам, вот какой чай вы бы посоветовали для тонуса, чтобы с утра сбодриться, и целый день был такой энергичный. И что выпить вечером, чтобы успокоиться, успокоить свою нервную систему, и лечь спокойно спать? Ну, с утра можно выпить пуэра, шу-пуэра, это такая классика. Либо до хунпау, он больше настроение поднимает и, скажем так, настраивает на рабочий лад. В принципе, красные чаи тоже подходят для утра. А вечером улуны, можно габа улуны прекрасно будет, и гуанини, ну, больше такие слабо ферментированные. Ну, либо гуандунский улун тоже будет неплохо. Он добавит такого немножко хмельного эффекта. Ну что, Ирина, спасибо большое за такую атмосферную утреннюю встречу. Еще раз с Международным Днем Чая у вас и хорошего дня. Да, благодарю и вас. Напомним, этим утром у нас в гостях был чайный мастер Ирина Посохова. Утро вместе продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова